Для сравнения я хочу вам рассказать, как, например, устроена эта же система образования здесь, в Швеции, в стране, где я сейчас живу. Это как раз будет хорошим примером для вот этого же муфтията. Нам ведь постоянно рассказывают о том, какие здесь ценности, как здесь плохо, в школах здесь детей учат тому, что они не мальчики и не девочки и так далее. Вот смотрите, при всем при этом, допустим, я даже не буду с вами спорить, окей, вот это все плохо, все, что вы говорите, это плохо, но они, будучи такими плохими, умудряются ни копейки не брать с детей, обеспечивать их бесплатно образование. Когда здесь твой ребенок идет в школу, ты ему не покупаешь даже ручку. Вторая новость этой недели была связана с закрытием коммерческих медресе на территории Чеченской республики. У нас в республике существуют так называемые некоммерческие медресе, ну и так называемые вузы ислам, где обучают якобы исламским наукам. Это, как правило, подконтрольные кадыровскому муфтияту, духовному управлению мусульман, некие учреждения образовательные. Они, как правило, строились там на деньги кадыровского фонда, это все очень сильно освещалось, это вообще часть такой кадыровской пропаганды, вот эти вот образовательные учреждения, где учат, обучают детей Корану, исламским наукам. А помимо них есть неподконтрольные им, как правило, ну во всяком случае напрямую, то есть они их открывали, хотя при желании, конечно, они их могут контролировать. То есть это некие такие коммерческие медресе, люди сами, жители республики, имеющие религиозное образование, знающие там арабский язык, учившие, обучавшиеся где-то в Египте, в Сирии, там других исламских вузах Саудской Аравии. Они, вернувшись домой, открывали эти образовательные учреждения. Это, конечно, громко сказано, это могли быть просто какие-то помещения арендуемые, небольшие. То есть туда набирались дети, это, естественно, на коммерческой основе, то есть родители этих детей платили какую-то сумму за обучение. И, в общем, они за счет этого существовали и зарабатывали деньги. И вот на прошедшей неделе стало известно, что эти коммерческие именно медресе кадрировская власть решила прикрыть. Сначала их просто тупо в один день все закрыли, появились сообщения, что им всем запретили работать, их прикрыли. Потом, через некоторое время, появляется первая информация о причине, что якобы их закрывают именно из-за их коммерческой деятельности. Что, мол, обучение детей религиозным знаниям должно производиться на безвозмездной основе, искренне, ради довольства Всевышнего Аллаха. А денег, значит, здесь быть не должно. Поэтому либо они должны найти источники финансирования своей деятельности, либо они должны закрываться. Значит, сначала выступил какой-то, ну, некий помощник муфтия Салаха Межиева, а потом уже сам Салах Межиев собрал всех руководителей этих медресе. И после этого появился пресс-релиз, что вот, мол, только ради Аллаха работаете. В общем, их все там отчитали, пристыдили за то, что они брали деньги у детей. И кто-то, наверное, закроется теперь, кто-то, возможно, будет искать и найдет какие-то иные источники доходов. Вот смотрите, сами кадыровцы являются во многом себе врагами. То есть они сами поднимают неудобные для них темы, о которых мы потом впоследствии начинаем говорить. Вот сейчас они подняли тему поборов в образовательной системе. Потому что медресе, обучение детей религиозным знаниям, это образовательная система. Получается, у нас духовное управление, кадыровское духовное управление мусульман, муфтият, они против того, чтобы с детей брали деньги за обучение. Но дети наши чеченские, это ведь все дети, не только те, кто учит религиозные знания, но те, кто получают обычные знания в обычной общеобразовательной системе, это тоже наши дети. И нет такого, что эти, значит, с этих деньги брать это плохо, а с остальных деньги брать это нормально. Такого нет. Поэтому мы теперь сами поднимаем уже вопрос по следам вашей же деятельности. Мы теперь, я поднимаю вопрос о этих детях. Почему вы, если вы говорите, что брать деньги за обучение это плохо, хотя здесь нет никаких поборов, то есть это не взятки, это то, на что изначально идет родитель своего ребенка, когда он, у него есть выбор отдать его, например, в подконтрольный муфтият у какой-то медресе бесплатно, либо отдать, например, в неподконтрольное, коммерческое. Но по причине того, что я считаю, что здесь лучше обучают, либо это ближе ко мне, либо мне удобнее там по времени, мне нравится система обучения, то есть это мой выбор. И я сам выбрав это, я готов платить деньги, чтобы моего ребенка обучали. То есть здесь нет никакой нечестности. В отличие от общеобразовательной системы, вот тут есть, тут именно поборы, тут именно нечестность. Потому что когда у нас дети идут в школу, а образование в России, оно бесплатное официально, якобы. Но получается так, что и для того, чтобы его устроить в эту школу, нужно заплатить взятку. Затем для того, чтобы он мог ходить, посещать, ему нужно, значит, купить школьную форму, а школьную форму нужно купить именно там, где тебе скажут, скажет школьная администрация. Это, как правило, будет какое-то ателье, связанное с дочерьми Кадырова. То есть вся система, все схвачено. Затем мне нужно, родителю нужно также обеспечить всеми необходимыми учебниками, то есть пособиями для обучения и канцелярскими товарами. Тетради, ручки, карандаши, линейки, в общем, все необходимое. И это, помимо этого, естественно, нам нужно еще и портфель, какие-то пеналы, в общем, все необходимое также купить. И далее, когда начинается этот учебный процесс, у нас еще идут постоянные поборы. Вы пришлите, значит, деньги на то, чтобы мы шторы себе там поменяли или повесили, отопление у нас там что-то происходит, вон, охрану нужно поставить, им нужно заплатить, в будке охранной нужно поставить какой-то камин им там холодно зимой, туда, значит, деньги, все это должны родители. И вот так круглый год, круглый год у нас идут поборы. Вот не мешало бы этим вопросом заняться с Аллахом Жиеву. Точно так же теперь, как ты собрал руководителей этих коммерческих медресе. Надо собрать всех руководителей школ теперь. Ты, наверное, скажешь, что у тебя нет таких полномочий, они тебе не подчиняются. Ты же советник Кадырова. Подними вопрос на нужном уровне. Сядь вместе с министром образования, с кем надо, и соберите их всех, всех этих чиновников ответственных, и обижите тем, чтобы никаких поборов образования должно быть бесплатно ради Всевышнего Аллаха. А еще не мешает, знаешь, с учителями поговорить, объяснить им ценность их деятельности. Ведь все-таки образование — это очень важная часть воспитания наших детей. И вот расскажи им о духовной составляющей этого процесса. Насколько важно то, что они делают с точки зрения религии. И тех, кто занимается поборами, пристыди. Скажи, что ни в коем случае у вас же есть зарплата из федерального бюджета, вам же оплачивают это все. Никаких, значит, больше поборов у детей брать нельзя. Плюс там все необходимое для школы, для этих же шторы, отопления. И все-все-все это оплачивается из государственного бюджета. Если какие-то нужды не оплачиваются, вы займитесь тем, чтобы для этих школ все необходимое было. Вы, так же, как вы обязали вот эти коммерческие медресе найти себе финансирование, так же обижите и школы, чтобы они нашли себе финансирование. Для сравнения я хочу вам рассказать, как, например, устроена эта же система образования здесь, в Швеции, в стране, где я сейчас живу. Это как раз будет хорошим примером для вот этого же муфтията. Нам ведь постоянно рассказывают о том, какие здесь ценности, как здесь плохо, в школах здесь детей, значит, учат о том, что они не мальчики и не девочки и так далее. Вот смотрите, при всем при этом, допустим, я даже не буду с вами спорить. Окей, вот это все плохо. Все, что вы говорите, это плохо. Но они, будучи такими плохими, умудряются ни копейки не брать с детей, обеспечивать их бесплатно образование. Когда здесь твой ребенок идет в школу, ты ему не покупаешь даже ручку. Система образования, государство шведское, от начала и до конца полностью на себя берет обеспечение, материальное обеспечение этого ребенка. И удивительно, да, такие плохие, казалось бы, нам ведь рассказывают, что здесь все настолько плохо, очень все аморально. Но как так получается, что у аморальных людей хватает морали для того, чтобы не сдирать денег с детей за их образование, а у настолько высокоморальных, религиозных, всех таких людей из муфтията республики не хватает вот этой морали, чтобы не сдирать деньги с обучающихся детей, чтобы не напрягать их. Здесь ты просто отдаешь ребенка в школу, и далее даже вопрос его посещения, то есть как он будет добираться до школы, если эта школа далеко, это государство обеспечит либо школьный автобус, либо такси. Здесь есть населенные пункты, очень маленькие такие, села. То есть у нас в нашей республике даже нет таких маленьких сел, чтобы как пример показать. Здесь бывает прям вот несколько домов, это считается таким небольшим населенным пунктом деревни. И вот отдельно, чтобы на эту деревню школьный автобус не организовывать, так как в нем нет смысла ради там нескольких детей, этих детей обеспечивают такси, персональное такси, которое утром приезжает за этими детьми, вечером их также отвозят домой. начиная от ручки, заканчивая там всем необходимым, тетради, учебники, в общем, все-все-все-все, в том числе обеды, то есть питание на территории школы, питание это такой шведский стол, это не столовка в российской глубинке, где тебе пюрешку с тушенкой там в лучшем случае кинут, это такой шведский стол, где твой ребенок сам подходит, выбирает. Для мусульман, для тех, кто не ест свинину, или кому нужно халял, есть специальные для вегетарианцев, там с вегетарианским меню, то есть все необходимое. И это все организовывают вот эти вот аморальные, как вы говорите, бесценности, очень плохие такие люди, против которых вы якобы боретесь. Но почему вы такие хорошие не можете тем же самым хотя бы на уровне обеспечить наших детей? Почему вы не можете сделать так, чтобы хотя бы это образование для детей было бесплатным? В чем проблема? Вы потеряете свой доход? Вот займись теперь этим, Салах Межиев. С медресе коммерческими ты разобрался, окей, давай теперь разберись со школами, а потом еще с вузами, до вузов мы тоже дойдем. Вузы это вообще у нас отдельная история. Ты ведь не понаслышке знаешь, какие там поборы, сколько нужно заплатить, чтобы встать, просто устроиться в этот вуз, поступить туда. Затем сколько нужно каждый семестр платить, чтобы тебе закрывали все эти зачеты. Ты ведь все это прекрасно знаешь. Давай начни со школ, потом займемся вузами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...